Мангальная площадка, сауна и крытый бассейн. Всё это на крыше жилого дома. Мозжилинспекция разыскивает хозяина одной из столичных квартир, который обустроил свою личную зону отдыха над головами соседей. И хотя подобные постройки в конце концов сносят, люди, живущие рядом, успевают сменить образ жизни и своё отношение к ней. Оправена роскошь. Репортаж Евгения Давыдова. Вот эта белая крыша с этими полосочками, да, вот эта, видите, серая. Вот эта надстройка. Вот там бассейн. Обычная крыша обычной многоэтажки превратилась в райский уголок. Не для всех. Серая надстройка даже не в цвет дома. По сути, целый этаж. По словам жителей, внутри огромный бассейн и сауна. Закрыли вход, поменяли замки, потому что вообще это общедомовая собственность. Предприимчивого соседа, который вызвал жилищно-коммунальный переполох, с момента постройки дома никто из жильцов не видел. А кто владелец этого бассейна? Я не могу знать, кто это владелец. Атрибуты красивой жизни на высоте около 50 метров. Попасть внутрь бассейна можно только из квартиры. Доступ туда сейчас закрыт. Но даже с крыши многоэтажки можно оценить площадь незаконной постройки. Около 100 квадратных метров. Рядом зона барбекю. Место для релакса. То, что вы сейчас видите сами, оно портит внешний вид. И ладно, мы только внешний вид. Настроенный этаж нарушает конструкции дома. И, конечно, вода, которая льется в квартиры на нижних этажах. Вот они вскрыли вентиляцию. Вот это вот, какие трубы там, кто там что делает. На потолке разводы и протечки. Соседи снизу делают очередной ремонт. Видят, как они протекали. Вот видите? Вот протечки. И привизированный пентхаус, видимо, впечатлил и владельцев апартаментов в соседнем подъезде. Другая квартира в этом же доме. Вот это несущие стены. А это уже самострой. Впрочем, хозяева оказались скромнее. И вместо бассейна решили ограничиться лишь террасой. Дверь туда закрыта. Под навесом в ожидании нового дачного сезона мангал, камин и строительные материалы. Судя по всему, террасы, планы хозяев не ограничиваются. Остальным жильцам от такой роскоши перепали лишь огромные счета за коммунальные услуги. Ведь по документам это общедомовое имущество. Вот эти накрытые пристройки площадью от 100 до 200 метров. Естественно, счетчик у нас на отопление один. Владельцев личного СПА ищут в МОЗ жил инспекции. Пока безуспешно. Инспекторы рассказывают, 7 лет назад бассейн на крыше снесли, но курорт отстроили снова. Штраф на физические лица у нас сегодня по закону 2000 рублей, на юридические лица от 300 до 350. То есть штраф хозяина квартиры 2000 рублей вы потом построили? Да. За квадратный метр или за все? За все. Для человека, который может позволить себе такую стройку, это даже не штраф. Тем более, что если любителя поплавать на крыше найти не удастся, то и штраф, и снос будет оплачивать управляющая компания. Евгений Давыдов, Виталий Дуприч, Вести. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!